Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Литчины. Друзья, хочу вам показать урожай цитронного магарача. Это технически универсальный сорт, можно так даже назвать. Пережил он все морозы, вот находится в пристиной теплички. Четыре ночи под раз у нас были морозы до минус пяти у меня на западе Беларуси. Вот он пережил, как я уже говорил, пристенная тепличка, она спокойно выдержала эти морозы. Так вот, смотрите, покажу вам урожайность моего цитронного магарача. Я его, если честно, хотел уже с теплицей убирать, но так как потихоньку начинаю вникать в суть виноделия, то, конечно, я его оставлю, потому что он, как видно, материал очень хороший, очень пригоден для изготовления вина. Вот, я в этом деле, друзья, новичок, только учусь. Виноделий посмотрел сегодня, проверил рефлактометром сахаронакопления, показывает 20 брикс, 20 брикс, что верхняя ягода, что нижняя, то есть самое то для вина. Косточка здесь уже черненькая, вся черная, даже не то, что коричнево-черная, то есть фенольная зрелость у нее тоже на высоте. Вот, друзья, срезал всю ягоду, смотрите, что получилось. Целый ящик пошел, взвесил на весах, больше 12 килограмм с одного куста, друзья, ну, считаю, что нормальный материалчик будет для вина. Хорошая грозди выдает цитрон и магаращи, как для технаря. Это довольно не мелкие грозочки, не мелкие ягодки, друзья, с таким загарчиком получилось. Сейчас я вам покажу ягодку. В ней косточки специально раскусил. Вот. Видите, друзья, какая косточка, она уже практически, она же потемневшая. Вот, то есть в моих условиях пристельной тепличке, глаза вызрывают хорошо, набрало сахара по этому году. Отлично, друзья. Будет неплохой винный материал. Напишите в комментариях, у кого, может, растет в открытом грунте, где-нибудь на западе Беларуси, здесь у нас, в центральной части Беларуси, успевает ли созревать ягода в наших условиях, потому что у нее срок 130 дней, а по этому году, конечно, будет тянуто все. Ну вот, пережили заморозки. Будем, вернее, буду я пробовать, опять же говорю, делать вино. Вино буду делать на дикарях. Я еще не буду применять пересульфид и культурное дружже, друзья, потому что в основном еще у меня там заколбочено бочки. Это получается из столовых сортов. А вот единственный технар, который у меня растет, это цитронный магарачи. Вот, друзья, что я хотел рассказать в этом ролике. Буду учиться, буду смотреть. Сейчас много материалов, можно посмотреть на ютубе. Ну, у меня есть, я уже не раз говорил, есть друг Алексей Первой, который куратор, так мой сказать. Он меня учит виноделью. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем здоровья, удачи и пока!